Здесь бабская манипуляция на тему мужик должен вовсе тяжкие. Если бы знать, я посмотрю. Прости. Но я все равно откажусь. Я уже принял много неверных решений, и не могу принять еще одно. А почему ты их принимал? Ради моей семьи. Значит, решения были верными. Для чего нужен мужик, Уолтер? Для того, чтобы обеспечивать семью. Но я, наоборот, потерял семью. Если есть деньги, семью никогда не потерять. Дети всегда на первом месте, и важнее всего. А мужик должен всех обеспечить. И обеспечивает, даже если все плевать хотели. И не уважают. И даже не любят. А он вывозит. Вывозит потому. Потому что он мужик. Лучше, ну, здесь, как бы, опять, кстати, момент не помню вообще. Хотя смотрел сериал, но я не помню, что это за момент вообще. Но здесь указано про дети. Это все-таки совершенно другая история. То есть, если, как бы, чел наделал детей, то, да, это уже, на мой взгляд, степень ответственности совершенно другая. Поэтому одно дело, как бы, перед дамой. Вот это вот, типа, путешествовать. Я, там, хочу путешествовать. Другое дело, как бы, дети. Потому что здесь просто, ну, как бы, всегда со стороны дамы присутствует некий, можно сказать, шантаж. Да, что если ты, как бы, не будешь... Допустим, представь себе семью, да, какую-нибудь, там, не знаю, грубо говоря, Паша, Маша. И Паша и Маша родили Сашу маленького. И, как бы, после этого она начала, как бы, там, не знаю, дама выебываться, что-нибудь хуйнюю, какой-то маяться. И, допустим, Паша психанул и говорит, типа, да, пошла ты нахер, все. И тогда Саша что будет, как бы, наблюдать? Он будет наблюдать, как будут приходить новые пердолеры и, естественно, к маме в хату. Я такие случаи знаю, да, когда люди говорят, что когда домой приходят мужики, и это меняется. То есть для девочки это чуть менее страшно. Тоже погано, но чуть менее страшно, как бы, выглядит, по крайней мере. А когда сидит маленький мальчик, сжав кулаки, да, что, блядь, его мать пердолит, там, слышно. Это какой-то фильм был, по-моему, с этим, такой мерзкий, с Ворпом назывался, с Машком. Там была, как раз, такая сцена, когда Машков вот эта мать пердолит, а мелкий сидит, типа, слушает и так далее. Поэтому получается, да, что крайне неприятная ситуация, что если чувак такой в лес и не будет этого слону Сашу обеспечивать, ну, начнется круговерть петушков по кругу, какая-нибудь возня, будут приходить мужики, бить его там, ну, и прочее. Поэтому вот такая вот, как бы, тема неприятная. У меня на работе 50-летние тетки точно так же говорят, ну, ты же мужик, мужик заработал мне на отдых и так далее. Слушай, ну, как бы, видишь, я уже по, как бы, другой, да, то есть я уже все какие-то крайние отношения, которые были, они все уже другие. То есть я уже, если малейший какой-то ваебон такой типа начинается, я просто, все. То есть или я просто в ответ, если, допустим, да, мне нравится, то я ей говорю, типа, окей, окей, да, ну, смотри, чтобы, да, соответственно, я требую, ну, другие вещи логичные, да, что, смотри, ты просишь, там, мужчина ответственность берет, мужчина то, окей, не вопрос. Но я тогда хочу тоже приходить, например, домой и чтобы ты меня встречала в чулках сразу же с голыми дитями и говорила, типа, дорогой, ты устал, пойдем, там, я тебя расслаблю и так далее. То есть если такая штука, как бы, есть, ну, как-то можно еще себе представить. Конечно, с одной стороны могут сказать, что это быстрая проституция, но там мужик тоже получается бытовой проституция, он должен вечно пахать, 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 пахать. А я знаю примеры, как раз жуткие, когда чувак пашет день и ночь, а когда, например, дамы спросят, слушай, а ты хоть ему там, ну, передолицу даешь, она говорит, ну, так, что-то иногда перепадает по-быстрому и так далее. Вот это мерзкий пиздец. Поэтому, допустим, со мной такая тема уже, как бы, не, ну, не прокатит уже, уже поздно. Поэтому, если мне кто-то скажет такой, типа, Юра, бери ответственность, ты же ответственность взял, я говорю, ну, туда, пожалуйста, ответственность. Но, чтобы передолинг был каждый день по нескольку раз, чулочки и, в общем, все было, петушок, чтобы изо рта не вылезал и так далее. Тогда окей, будет ответственность. Франки, подписчики клеятся? Да ну, ты что, как бы, я у меня на канале, дам смотрит, наверное, 0,3%. То есть, куда вообще? Надо говорить, что нам придет свет, и мы сообразим трудничок. Не, ну, так я жестить не стал бы. То есть, все-таки, с дамой, которая, допустим, мне нравится, дорогая более-менее, я бы такую все-таки не стал бы делать. Но и понятно, что за, как бы, вот такую штуку меня, как бы, просади, типа, ты мужик, заработай мне на отдых. То есть, естественно, я, как бы, могу и заработать, но я потом, у меня так одна дама сказала, да, говорит, Юра, слушай, ты, конечно, даешь очень много, но взамен берешь пиздец еще больше. То есть, тогда я там все что угодно возьму. То есть, даже, мне хоть томаты не нужны женские, но если будут дикие выебоны, я скажу, давай, это томаты, нахуй. И все. То есть, короче, что-то это. Ты бы встречался с РСП или на выброс, баба? Слушай, к РСП, мы тоже обсуждали, у меня отношения мягче. Обычно во всем этом МД-сообществе просто РСП это на выброс, но я так не считаю, потому что РСП может быть разное. То есть, РСП может быть, допустим, чел погиб. То есть, допустим, дама тусила, и, например, там, не знаю, с 18 лет с чуваком протусила, да, условно, не знаю, 35, и у нее был один петушок, только этот. А потом чел погиб, допустим, где угодно, на лыжах разбился, не знаю, где-нибудь в горах, в снегах, еще что-нибудь. То есть, с такой РСП, ну, мне кажется, в целом не впадло замутить. Если на РСП, что у нее, там, не знаю, 20-й чувак, грубо говоря, и ребенок, не знаю, там, от 16-го, а сейчас был 20-й, а ты, не знаю, 21-й. Ну, такое, как бы, ну, как бы нет. То есть, ты можешь временно потусить, например, там, если она прям ультра касается, мега-тити, ты можешь временно потусить, но условно какое-нибудь сожительство я бы уже не рассматривал. РСП это дама с ребенком? Да, есть РС-2П, РС-3П, это вдова. Ну, как бы, смотри, это вдова, но все равно это же, ну, хотя да, слово разведенка получается. Ну, окей, или, допустим, чувак реально скурвился, прям искренне взял, или какая-то проблема с ним случилась. Прям дико испортился и сел, допустим, или еще какая-нибудь херня, и прям вот все, посрались. То есть, если она, как бы, не прыгала по петушкам, то можно рассматривать. У вас в Израиле активно Тиндер очень пользуется? Насколько я знаю, да. На гитарном канале РСП лучше обсуждать или о гитаристах? Смотри, на стримах у нас лайфстайл, то есть, оффлайн-видосы все, они пока, как бы, ну, я надеюсь, так и будет, но мало ли, может, аудитория склонит к каким-то другим еще темам, но пока тысяча оффлайн-видосов на канале, они, как бы, на гитарной тему. На стримах происходит обычный лайфстайл. Этот лайфстайл, соответственно, обсуждается все, что угодно. И ТИТИ, и РСП, и отношения, и петушки, и быдло, и слякать, все, что хочешь.